А это вообще, слушай, умора, проработать вопрос по опережающему развитию. Знаешь, Вика, если мы будем читать правильно, что пишут они, то опережает развитие только катастрофа. Не может быть никакого опережающего развития. Может быть грамотное, правильное развитие. В каждом какой-то территории, в каждом районе должен быть крахмальный завод для переработки картошки, излишков свеклы и тому подобное. А иначе куда ее денешь? Мы же выбрасываем. Раненую картошку, допустим, при уборке, некондицию, все мы выбрасываем. А раньше мы все сдавали на биозаводы. И там вырабатывали дрожжи, кормовые, иридиенты всякие, плюс спирт везде делался тоже, технический, питьевой. Ну а потом в угоду Кавказу мы закрыли в Россию все спиртзаводы. Научному центру изучения проблем сельских территорий сделать все, чтобы больше проблем не показывать. Министерству сельского хозяйства проработать. Министерству просвещения, да рассмотреть хотя бы. Министерству здравоохранения провести анализ причин смертности всех. И выяснить, почему медленно. Если мы держим корову и все, у нас есть молоко, то давайте не будем свозить это одному олигарху на всю область, где один молочный завод условно, да. А давайте будем на 2-3 села, вот так же самое, на 2-3 фермы, будет свой молочный завод. И пусть каждый делает свою фамильную продукцию. Кредитуется по 3%, до 500 миллионов, значит, все, то есть. Мне говорят, ну, если в вашем программе есть, я говорю, ну, ну, как, ну, вот зерно, мука, блинчики. Могу муку блинную сделать, вот, значит, все, то есть, да. Могу хорошую колбасу сделать. Это не нано вашей, не IT-технологии? Не, это не IT. IT, это, говорит, такое, что вы... Колбасу же, ну, видно, когда ты ее сделал? И масло будет заметно. А тут как нано. Есть и нету. Вот оно есть, а ты его не видишь. Вот деньги вы истратили, а ты их не видишь. Вот деньги получили, и говорят, с бюджета, а мы их не видим. Здравствуйте, друзья, мы с вами на канале Перехват Управления, и у нас в гостях Василий Александрович Миниченко, соприседатель общественного движения Федеральный сельсовет. Здравствуйте, Василий Александрович. Василий Александрович, вы были недавно в Питере. Да. Вернулись оттуда. Встречались ли вы там с Сергеем Александровичем Серебряковым? Ну, как с лидером Федерального сельсовета не встречаться? Конечно. Какие новости? Ну, он согласен, да, быть лидером? Что значит согласен? Это же не требуется согласие ничьего, чтобы быть лидером. Я так же понимаю это. Тоже правильно. Да, поэтому лидером признают, а не назначают. Не, ну, завод работает, как бы мы понимаем все. То есть Сергей Александрович сейчас в командировке по заводам России поехал, сибирские заводы, алтайские, дальние и ближние, партнеры, все, кто работает в объединении прогресса, и так вот все это дело надо объезжать. Ну, я вам скажу, что не то, чтобы он был разочарован, но в печали. Но в печали, потому что кадровая проблема сильно высветилась сейчас по заводам, то есть не хватает кадров, и мы это понимаем, это не только заводы обрабатывающие, понимают, да, это же всем понятно, что даже такие, как автомобильные, внов возрождающиеся буксанули. Ну, а что причина? Причина на поверхности, во-первых, мы с вами понимаем, что примерно где-то 500 тысяч наших работоспособных, да, будем говорить, людей, они в командировке, важной, нужной, но это в командировке оторваны от производственных своих, так сказать, дел. Так называемое бегство. Ну, да, наверное, как-то да. А вторая та, что, конечно, очень большое количество мужчин уехало из России. Именно этого самого трудоспособного возраста, но и работоспособного, это те люди, которые бы могли многое делать на заводах, фабриках, в том числе и в сельском хозяйстве, конечно. На самом деле от фронта же освобождают тех, которые на заводе работают? Нет, ну почему же не всех освобождают? Вот, потом много очень добровольцев некоторые пошли. Ну, а тех, кто уехал за рубеж, таких никто не освобождал, они сами себя освободили. Нет, просто если бы они хотели действительно работать на заводе, они бы могли бы пойти на завод, и тогда бы у них была... Я думаю, они не очень верили какому-то освобождению, они сами себе выбрали такой путь, уехали. Пока не вернулись, ждем, ждем, конечно, с нетерпением, не только мы, ждут много, и Бастрекин ждут, и все, наверное, ждут, кто его знает, а кто там ждет, но... А что нет, то ведь вот такая жизнь вот наша такая, да. Поэтому, ну, как бы так вот, все это есть вот, да. Поэтому вот видите, ну... Что у нас с рублем происходит? Как это отражается у нас в сфере экономики? А что, вы не видите? Вы же ходите мимо всяких таких вывесок красивых, да, где написано, что там копейка рубль бережет на обменниках, да? А я вам скажу, что... А цент, это копейка американская, 100 рублей бережет. Существенно. Ну, не знаю, что лучше, конечно, что лучше бережет, да, вот, но Центробанк наш вплоть до того, что заявил, что, наверное, перестанет покупать валюту. Наверное, не надо больше валюта. Да и ладно, ну, что ведь. Поэтому рубль в таком свободном плавании куда-то чего-то вон себе ходит. Плохо. Я думаю, что, невзирая на то, что многие заявляют, что для российской экономики это хорошо, я смею сомневаться, потому что я считаю, что даже наше телевидение уже забило панику, закричало, что это такое рубль, понимаешь, в тройке худших экономик мира, валют. Худших валют мира. И это невзирая на то, что нас даже Всемирный банк признал, что мы по покупательской способности пятая экономика мира. Что-то мы такое покупаем, я, конечно, не знаю, что, но тракторы и машины нам сложно покупать, денег нет. Что и отметили наши ведущие руководители заводов производства сельхозтехники о падении покупки. Всех денег у крестьян нет. Поэтому где там что увеличилась наша покупательская способность, я не знаю. Это Всемирному банку виднее. И он, так сказать, нам помахал, чтобы уже пятые. А в жизни, я думаю, нет. У нас покупательская способность сильно-сильно рухнула. И этому тоже есть причины. Потому что, как говорят у нас, что правительство наше работает хорошо. Слышали это по телевизору? Не один раз это отмечали наши верховные руководители. Что правительство работало хорошо. Это люди живут плохо. А плохо живут, потому что они не работают в правительстве. Если бы работали там, то они бы тоже жили хорошо. Я вот взял отчет. Это не, будем говорить, не выдумка. Это даже не пресса. Хотя наша пресса тоже много хорошего сейчас начала писать. Такого интересного. А вот, пожалуйста, заседание экспертного совета комитета Совета Федерации. Ну, документ серьезный. Какой? Новый. Новый документ. Он прямо вот 23-й год. Это вот буквально на днях мне принесли. 25 июля. Все цифры свежие, новые и хорошо. Это государственное регулирование, комплексное развитие села, его проблемы, решения, как государство все это решает, как оно все делает. И в каком государстве мы будем жить. Путин отмечал, это наш президент, чтобы не забывали, что у него фамилия Путин. Он отмечал, что драйвером роста всей экономики России является сельское хозяйство. Более точно еще сельские территории. И на эту принята была программа, поправлена программа, старая ее поправили, и написали с 20 по 25 год мы вкладываем, если кто помнит, но это цифры важные, потому что их надо запоминать. Мы вкладываем 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Даже 260. Написали так. А потом немножко поменяли, и на сегодняшний день два раза ее понижали, сказали, что, слушай, что-то много денег дали, вдруг село заживет еще лучше, чем должно жить. И сняли чуть больше половины. То есть 1 всего миллиард 60 миллионов рублей оставили на эту комплексную программу. Я догадываюсь, куда остальные деньги отправили. Я понятия не имею. Честно, догадываться можно. Ну почему? На строительство деревень афроамериканцев. Ах, точно. А я-то думаю. Понимаешь, Виктория? Вот все было загадкой. Зачем наше правительство вытесняет наших людей с сел и деревень? И мы видим, что как вообще-то села и деревни покинуло наше население. У нас на самом деле живет где-то порядка 25 процентов. Четвертая часть вот живет. И села и деревни у нас все меньше и меньше людей. Меньше и меньше. Самое главное, что меньше и меньше села и деревень. Уменьшается как население сельское Российской Федерации, так и уменьшается очень много, большое количество сел и деревень. Например, нам говорят, ну так на развитых странах то же самое. Тоже, да не тоже. То есть в них действительно уменьшается чуть-чуть количество населенных сельских пунктов. Однако сельское население в них растет пропорционально, как растет все население. Если в России мы в год теряем миллион или меньше, без учета мигрантов, если это мы вообще теряем очень много людей, около двух миллионов, я думаю. Вот так вот. Мне кажется, что это так. То там население, наоборот, растет. В том числе и городское, и сельское. Потому что там молодые есть. А у нас старики остаются. Да, да. Там то есть они растут, все нормально в них как бы есть, так и есть. У нас вот как раз вот здесь указано, что мы теряем 8,4% ежегодно нашего населения. То есть это все. Все факты, которые описали, они нам показали, что и когда, говорят о том, что в пространственном развитии страны взял курс на ускоренение, не укоренение народа, а ускорение урбанизации. То есть все уезжайте в города. Там будете жить, там у вас будет все хорошо, там у вас будут вертикальные фермы и все-все-все остальное. Да, кто кормить будет все эти города? Так это вообще видимо. Так это же никто не волнуется. И не нужно их кормить. Да, это что кормить-то? Сами пусть кушают. Настолько Кавказский регион, где сельское население, тоже как бы не упало, растет. Вот вся остальная территория Руси сильно-сильно сдала абсолютно в этом отношении, и это отмечается в докладе очень серьезно с цифрами. Почему все-таки это так? Смотрите, доля нашей экономики – это 13% сельской, в нашей общей экономике России, а население живет 25%. То есть мы значительно уступаем по этому делу. Теперь смотрите. Финансовое обеспечение государственной программы. Вот какое было. Вот оно. Должно было быть 2,3 триллиона, 1 триллион и 60 миллионов. Далее то, что я уже повторяюсь, говорю, как оно есть. И мы дальше смотрим, что абсолютно все. Вот 193 миллиарда рублей было запланировано на то, чтобы мы по здравоохранению и все оставили всего 91 миллиард. Видимо, уже некого лечить будет. Раз такой срез вот всех. Нам говорят, что у нас сильно субсидируется сельское хозяйство, что государство помогает крестьянам все. Да, помогает. И некоторые крестьяне типа Миратора, типа Эконивы получают неплохие деньги. И 9 миллиардов, и 14 миллиардов в год, и все. Но это не крестьяне. Давайте называть вещи своими именами. Ну, они себя называют крестьянами. Там все, что якобы они и есть, те самые крестьяне. Так вот, я вам скажу, как субсидии и иные бюджетные трансферты уменьшались. Смотрите, 2016 год. Это были другие, кстати, деньги. Это были не деньги по 100 рублей за 1 доллар. Это были, наверное, 33. 33, да, 60 были точно уже, да. Тогда уже пошли же под 60, да. Вот, 199. 17-й год – 171 миллиард. 18-й год – 170 миллиардов. 19-й год – 152 миллиарда. 20-й год – 157 миллиардов. И уменьшаем, уменьшаем. Все эти годы нам только уменьшали. Удельный вес, в общем-то, 7-6 процентов во всем. Поэтому говорить о какой-то важной поддержке государством нет. Но я другую цифру хотел бы здесь назвать. А вот таможенных пошлин на экспорте сельхозпродукции, Минсельхоз взял только в прошлом году чистыми, 400 миллиардов. Молодцы, ребята. Не стесняются. Да. И при этом они сказали, а мы же вам помогли, 169 миллиардов. Вот так вот. В этом вот такие у нас дела. Естественно, что ограничение доходности сельхозтоваропроизводителей, это касается вот как бы только экономики, да, сразу влечет что? Уменьшение налогов местных. Так вот, я бы коснулся чего? Местных налогов, да. Вот, ну, тут как-то написал я, да, что вот сейчас в программе пошли же кандидаты, там выдвигаются у президенты, скоро же выборы у нас, если не отменят ничего, да. Ну, а теперь губернаторы и все. Так вот, я тут написал так, что любой кандидат в президенты прекрасен, пока он не президент. Это касается, наверное, губернаторов и всех, да? Ну, я думаю, что все-таки есть тот, кто останется действительно честным. Честным. Ну, да, но он не станет президентом, наверное, или станет. Так вот, местное самоуправление, видите, чем оно? Здесь тоже написано, что, ну, очень мало финансируется, да, на организацию всех сельсоветов, всех. То есть, действительно, денег им дают, там, субсидируют, субвенции, вот, называется, и все такое дело. Это мало. Но, по идее, то мы должны сами зарабатывать. У нас есть основа наша, земля. У нас есть леса. У нас есть вода, там, вот. У нас есть полезные ископаемые, вот, на территории наших сельсоветов, вот. А как же так получилось, что сельсоветы, ну, люди, живущие там, ничего абсолютно с этого не имеют? Ведь если мы берем закон о местном управлении, то субъект местного самоуправления является самоуправляющие общества граждан, проживающих в границах административно-территальных единиц своих, да. А подоходный налог с населения, он был еще недавно на 100%, оставался в сельсовете. В этом случае, правда, у нас сейчас не сельсоветы, называется администрацией. Муниципальное образование, администрация. Лучший сельсовет был бы, назывался. Так вот, подоходный налог. А знаете, как его назвали? Подоходный налог с гражданами. Как? А назвали НДФЛ. Налог на доходы физических лиц. И подменили чем? Его раз и перенесли как федеральный налог. Уже не местный, но это был чисто местный налог. И такой налог шел вот чисто в бюджет свой, своего населенного пункта. А теперь он в Москву. Его чуть-чуть оставили, 2% от всей суммы. Оставили селу, 10% по моему району, и 50% туда, и основные, конечно, все в Москву идут. Бог с ним. Но как интересно было. Любой председатель сельсовета, любой глава, бог с ним, администрации муниципального образования, если подоходный налог весь на физических, как бы они, граждан, это жители, проживающих на этой территории, работающие на этой территории, перечисляется в местный бюджет, то любой глава чем заинтересован? Чтобы было больше у него налогоплательщиков, и чтобы они имели больше доход. Потому что 12%, который пойдет в местный бюджет, это кое-что от доходности. И если я буду иметь заработок в деревне, даже средний пусть будет 100 тысяч, то сельский совет получит 12 тысяч каждый месяц, вот, значит, с каждого работающего на этой территории. Москва это не могла пережить. И сказала, что нет. А теперь, конечно, местная власть, ей какая разница уже, сколько кто зарабатывает, сколько рабочих мест имеем, Вика? Какая разница мне, я глава? Я все равно получаю зарплату от губернатора области. Мне он смету написал, дал. Моя задача только, чтобы все деньги получить, это правильные голоса на выборах. Поэтому я, как глава теперь сельского округа, если что будет, я буду кричать, смотрите, надо голосовать за нашего губернатора, за Единую Россию, потому что они нам дают деньги. Не мы, оказывается, зарабатываем, а они нам все дают. Я думаю, что это неправильно, потому что распоряжение, владение и пользование должно быть в субъекте местного самоуправления у народа, как раз он является им. Жители этой территории, они через свой сельсовет все должны иметь. Когда это ввели? Ну, НДФЛ, я так, ну, лет, наверное, 20 назад, что ли, появился. Вот это то, что в Москву уходит. Да, а то, что в Москву было, смотрите, сначала они в 95-м году, вот, 94-95 год, они сделали 50 на 50. То есть 100% местный налог шел 50 в сельсовету, 50 в район. И мы, скрипя сердце, согласились, ну, ладно, вроде как район тоже там, им тоже надо купить какой-то автомобиль, чтобы ездить по району, еще что-то, пусть имеют в главе района, да, председателю района. Вот, потом оставили 10% всего. Сказали, да, вам-то зачем, мы типа вам дадим. А потом уже года 4-5 назад, вообще 2% от той суммы, что. Ну, это, в общем-то, можно сказать, что ничего совершенно не оставили. Вот это все. Вот. У этого закона есть фамилия, имя, отчество? Да, это закон об местном самоуправлении. Кто принимал, кто подписывал? Ну, это Государственная Дума когда-то принимала. Она приняла хороший закон сначала. Мы за него бились. Мы его год обсуждали. Мы писали тысячи поправок, каждую строчку. Мы хотели, чтобы было, как положено по хартии местного самоуправления, да, мирового, да, европейской хартии. Мы хотели, чтобы была, то есть административный орган местного управления должен быть доступен, пеший доступ должен быть в селе, да, чтобы я мог выйти с утра, прийти в свою администрацию, решить свои вопросы и к вечеру вернуться домой. То есть, ну, это как были сельские советы советские. Вот в них пеший доступ был. Потом нам сделали, назвали нас городскими округами. И теперь Пешминский район является городским округом. Две с половиной или три тысячи квадратных километров, больше Москвы. По территории, конечно, всё. А в нём живёт всего 14 тысяч человек. И до районного центра 50 километров, 70, 60. То есть никакого, никакого пешего доступности нет. Это абсолютное извращение самого местного самоуправления. Мы это допустили. Мы, ну, бились, конечно, кто мог, но в массе своей народ как-то согласился. А потом нас же обманывали. Типа городской будет округ, вам будет лучше, потому что будет централизация. И люди подумали, что теперь будут трамваи в них по деревнях ходить, как по городу. Правда, да? Магазины будут на всё. Метро прокопает. Да, да. Зубные эти будут, всякие мастерские там. Всё-всё-всё будет как в городе. Ну, раз назвали село городом, то всё же это будет. Так, правда? Ничего этого нет. Вот, значит, всё. То есть и так оно и получилось. Вот это плохо, потому что, ну, мы не имеем местного самоуправления, оно у нас ликвидировано, мы не имеем возможности развиваться. И теперь, конечно, когда выделят деньги и построят нам для начала 30 афродеревень, и приедут нас крепко загорелые ребята своими семьями и всё, а в них надо не забывать. Мне многоженство. Причём неограниченное. Они могут держать себе сколько коров, столько и жён. Вот если ему сейчас построит Россия ферму 50 коров, а всё же мы всё построим для них. А ферму ли построим? Может быть, они будут наркотики выращивать? А то не важно, что они будут. Ферму обязательно. У нас же положено ферму строить. А у них коров положено держать. И они возьмут наших русских женщин, жёны себе. Поэтому вот я как бы предупреждаю русских мужчин. Всё, ребят, всё, вас заберу. Вот ваших женщин. Чё с женщиной уйдут? Положено в них так. 20 жён держать себе, 30. Кто сколько сможет. Но с помощью нашего бюджета, который будет на Африку выделяться в неограниченном количестве, африканцам, конечно, будет доступ ко всему. Потому что, вот мы говорим, надо 3 миллиона наших российских крестьянско-фермерских хозяйств сделать, чтобы в каждой деревне было всё. А нам, видите, верховные люди наши сказали, да ладно, мы 30 афродеревень вам построим. Может, это, конечно, подоплёка некоторая века. Я подозреваю, может, это просто для сельского туризма будет. Мы будем ходить и смотреть. О, ничего себе! Чёрненькие. Я уже вижу их достаточно много в Подмосковье. Есть уже поселения. Да? Да? Большие. Да ладно. Серьёзно. Что они там делают? Вот что делать, я не знаю. Мак выращивает. Мак выращивает, да? Да. Ну, что? Как есть-то? Вот. Смотрите, как ещё, да? Вот вечная нехватка денег и ожидание светлого будущего – это хроническая болезнь нас, россиян. Мы действительно очень… Когда принимался вот этот закон, комплексная программа наша, это 13-й был национальный проект, вы обратите внимание, что про это начали забывать. И вот я сегодня получил от МСП корпорации, что они готовы нам помогать от банков кредиты, и наши ведущие банки согласно кредитовать, вы не поверите, по 3% годовых, самые инновационные IT-программы, бизнес-проекты. В деревне? Да хоть где, говорят, да. И я вот думаю, интересное такое дело. Мы лет 20, если память мне не изменяет, конечно, мы кредитовали беспроцентно нанотехнологии. Помните, были такие? Сейчас, конечно, про нанотехнологии уже меньше пишут или вообще не пишут. А если где-то промелькнёт, то это в основном про коррупционные, так сказать, схемы, как это всё отмывалось. И вот мне это всё очень напоминает. Что это означает? Что это за IT-шние всякие технологии? То есть мы будем их кушать? Или как? Мы будем в них одеваться, мы будем в них обуваться, мы будем на них кататься, мы будем на них пахать, сеять, мы будем строить себе дома. Или как? Что это за новые такие у нас проекты вдруг появились, которые кредитуются по 3%, до 500 миллионов, значит, всё-то. То есть у меня говорят, ну, если в вашем программе есть, я говорю, ну, ну, как, ну, вот зерно, мука, блинчики. Могу муку блинную сделать, вот на всё, то есть, да? Могу хорошую колбасу сделать. Это не нано ваша, не IT-технология? Не, это не IT. IT, это, говорит, такое, что вы... Колбасу же оно видно, когда ты её сделал? И масло будет заметно. А тут как нано. Есть и нету. Вот оно есть, а ты его не видишь. Вот деньги вы истратили, а ты их не видишь. Вот деньги получили, и говорят с бюджета, а мы их не видим. И, похоже, это всё то же самое будет вот на этот раз. И мне очень печально, да, что вот видите, и сельсоветы обидели, не будут давать. Да, объявили льготную ипотеку для села. Три процента годовых, вот всё как положено, даже два процента, по-моему, давали некоторые. Угадай с двух раз, а кто на самом деле мог получить такую ипотеку? Крестьяне, у которых нет денег, или горожане, которые где-то взяли немножко себе денег? Конечно, получили горожане. Потому что ипотеку давали и городам, которые недалеко от сёл, и пригороди, которые все были. И поэтому никакие крестьяне, никакие сельчане на самом деле сельскую ипотеку получили маленький процент. Возможно, процентов 15-20. Остальное получили горожане. Я не говорю, что это плохо. Слава Богу, что хотя бы горожане получили, и кто-то построит какой-то себе дом, значит, на эту ипотеку. Но это не то, видите. Опять не то. Опять неправильно вот дали. Что ещё они нам... Вот степень доходов, уровень доходов. Вот, пожалуйста. Ну, в городе считается в нас, что 75 тысяч доходов на городского жителя. Ну, наверное, не на каждого, но на городского. А в селе написали нам, что 58 тысяч доходов. Ну, а теперь нам говорят, что в село переедут люди. Ну, даже так вот взять, даже сравнение это взять, и уже не поедут. То есть в селе не созданы условия для этого. Горячее востоснабжение. Всё, что нам обещали, конечно... А что с газом, кстати? Ну, газ проводят, дорого очень. Не все села и деревни могут заполучить газ. А потом, это уже настолько долго, очень долго. Если бы сегодня леса передали обратно в межколхозную, как было в межсельские, чтобы стали леса, то я вам скажу, что дрова стоят дешевле, если правильно всё вести. То есть всё бы вырубили? Нет, вырубить невозможно, потому что они же растут. Вот не такие уж большие потребности. Газ, наверное, ну, более, говорят, цивилизованно, да? Но если уже государству нет денег подвезти газ до сёл и деревень, то отдайте нам наши леса. Ну, что же вы забрали, и нам теперь дрова втридорого продаёте? Дрова-то всё равно же рубят, потому что газу нет, но всё равно. Что ещё пишет вот нам Совет Федерации? Недостаточное стимулирование рынка труда и диверсикации сельской экономики. Это то, на чём федеральный сельсовет всегда стоял, что для того, чтобы люди не уезжали из села, а там хотели работать, должен быть выбор профессий, а не узко, что вот только ферма и всё, или только вот вам трактор и всё. Нет, в село сегодня может даже IT-компания там работать, не то чтобы всё, если это нужно, если всё. Но мы считаем, что в каждом селе может быть большой выбор профессий. Это и переработка. В основном, конечно, это должна быть переработка техническая, другая сельская продукция. То есть, если мы рапс вырастили, или там подсолнечник, то почему не должна быть маслобойка на 3-4 деревни? Если мы держим корову, и всё, у нас есть молоко, то давайте не будем свозить это одному олигарху на всю область, где один молочный завод, условно, да? А давайте будем на 2-3 села, вот так же самое, на 2-3 фермы, будет свой молочный завод. И пусть каждый делает свою фамильную продукцию, там, и всё. То есть, это переработка кожи, это заготовка, переработка всевозможных растительных, вот наш дел, вот орешков, там, и тому, и тому подобное. Это называется дифферсикация экономики, выбор профессий, и тогда он будет равен городскому. И если мы построим красивые дома, отличный ландшафт, вот будет, да всё, то есть, вокруг зелень, дорожки, для машины место есть, где поставить, раз, два, три, хоть пять машин покупай, будет место, где ставить, то есть, в селе, всё-таки, это и есть, вот такое место. И хорошее, все электричество, всё теперь школа, и больница, это то, что действительно должно быть. Дом культуры, да ладно, мы сами построим его, какой-то культурный центр себе придумаем, если у нас будет заплата 100-150 тысяч в месяц. Это надо, и надо добиваться, вот, всё, то есть, вот. Удельный вес субсидий на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в общей сумме субсидий, перечисленных сельхозпроизводителем из всех бюджетов, уменьшился с 23% до 13%. То есть, каждый год уменьшают финансирование сельских территорий. Просто уменьшают. Ну, деревни. Деньги-то ведь были заложены, понимаете, деньги были заложены, денег достаточно было, но делается это, я считаю, что это делается... Намеренно. Да, 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 то есть, вот, всё таким образом, да. Вот, вот, если мы кратко про это поговорили, видите, вот, даже на документе о том, всё, то есть... Василий Александрович, ну, есть какой-то итог? Да, конечно, вот он и тот. То есть, всё, видите, прекрасные люди, которые это всё читали, это председатель Комитета Совета Федерации по органно-продовольственной политике, двойных Александр Владимирович, Митин, первый заместитель, Борисов, заместитель, Зленков, заместитель этого же... Евельянов, член Комитета, член Комитета Совета Федерации, руководитель аппарата Комитета Совета, Савенков, заместитель руководителя... Сколько там фамилий-то? Турица Татьяна, главный консультант аппарата. Новичков, депутат, Государственная Дума, смотрите, сколько людей тут. Смотрите, 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 смотрите. Это же все. Это вот все дармоеды, которые сделали... Ну, я бы не сказал, что дармоеды, они же зарплату какую-то им жалование дают, чтобы у нас хорошая жизнь была, они все это получают. Нет, ну они отметили. Вот честно, они все цифры, видите, отметили, а дальше они написали Совету Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации Думы ускорить законодательство в целях улучшения всего правительства Российской Федерации продолжить такую работу, как они, я так понимаю, уменьшать. Уменьшать, да. Рассмотреть возможности, рассмотреть возможности федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации, реализующим мероприятия обеспечить Министерству сельского хозяйства, проработать, Министерству просвещения, да рассмотреть хотя бы, Министерству здравоохранения, провести анализ причин смертности всех и выяснить, почему медленно, почему, вопрос стоит, Министерству цифрового развития, обратить особое внимание на обеспечение устойчивой сотовой связи, та ё-моё, и там деньги будут зарабатывать. Ну, чтобы контролировать. Да. Нам же цифровую рубль будет. Да, Министерству культуры продолжить работу по привлечению перспективных специалистов в сферу культуры. Ну, не знаю, ну, не знаю, тут что-то будет интересное, конечно. Министерству спорта в целях обеспечения отправить всех спортсменов в село. Вот это интересно уже. Вот это интересно, да. То есть надо... Коров доить. Да, коров доить. Министерству транспорта, ну, ясень пень, да, безопасные дороги сделать. Федеральной службе культурственной статистики больше не врать. Ладно. Писать правильно всё. Прямо так написано? Ну, конечно. Научному центру изучения проблем сельских территорий сделать всё, чтобы больше проблем не показывать. Счётной палате Российской Федерации ежеводно проводить проверку эффективности мер похищению денег, выделивших на сельские территории и правильно распределять среди похитителей. Органам исполнительной власти и субъектов Российской Федерации ну вы хоть совесть имеете, работайте, раз уже федеральные не будут работать. И всё. А это вообще, слушай, умора. Проработать вопрос по опережающему развитию. Знаешь, Вика, если мы будем читать правильно, что пишут они, то опережает развитие только катастрофа. Не может быть никакого опережающего развития. Может быть, грамотное, правильное развитие. Ну вот, что тут говорить. Боимся того, чего нет, и не боятся они того, что есть. Никто ничего не боится. Тихонечко провалили мы программу устойчивого развития сельских территорий. До 2024 года, уже в этом году заканчивается. Уменьшили финансирование. Ну, в связи с этим уменьшили всё. Заработали немножко денег на крестьянском труде. На таких брлаках. Вот, наших брлаках. Вот. И на этом всё закончилось. Я думаю, что к концу года напишут следующую программу. До 2030 года. То есть, всё, что Путин говорит, делается всё наоборот. Ну, я бы не сказал, что делается наоборот. Да. Давай будем так говорить. Не наоборот, а не делается вообще. Ничего. То есть, плохо очень всё исполняется. Люди просто получают зарплаты, зарабатывают деньги. И конкретно к исполнению, ну, наверное, есть какие-то причины. Мы же не знаем, зачем... Уничтожают всё. Нет, зачем они деньги сняли? Ну, ведь выделили же. Куда? Куда потребовались снова деньги? На Африку? Или что? Ну, ведь был этот... Ну, зачем этот один триллион, считай, 240 миллиардов снять с деревни? Это серьёзные деньги очень. Тоже больше сняли, чем даже выделили. А мы, тем не менее, видим, как они по телевизору хвастаются о наших успехах в сельском хозяйстве. Можно себе представить, а если бы все деньги дошли до села? А если бы это ещё было справедливо? А если бы никто не воровал? Василий Александрович, а что у нас с зерном? Цена как? Растёт? Нет, цена не растёт. По какой причине? У нас лишнее зерно. Откуда у нас лишнее? А мы же его вырастим. То есть это прошлогоднее? Прошлогоднее у нас осталось в Сибири и на уральских регионах туда порядка до 40% элеваторы забиты прошлогодним зерном. Ну, нынче урожай, конечно, послабее, но всё равно у нас же было очень много лишнего зерна. Мы не сможем продать больше, чем, допустим, продали за прошлый сезон, вот где-то там 50, что ли, миллионов тонн. И я думаю, что мы столько же продадим, ну, даже если ничего не будет, препятственник, и столько же продадим. То есть останется ещё больше? Ну, да, ну, вот зерна внутри потребляется не так много, порядка, ну, около 80 миллионов тонн. Если мы соберём нынче, если считаем, что, наверное, осталось прошлогоднего зерна, ну, пускай даже 40 миллионов тонн. Пускай. Его, может быть, больше осталось, да. Но даже если 40 миллионов тонн осталось, то мы ещё соберём нынче 120-130 миллионов тонн. Василий Александрович, а вот оно либо пропадёт, либо можно его как-то переработать? Да, можно переработать. Для этого надо доступные кредиты. Для этого надо государственная программа, действительно, по технологиям, вот всё то есть. Наверное, надо взять передовые технологии переработки зерна, глубокой переработки зерна, вот, в это, в крахмалы, в разные белки, вот, на всё, аминокислоты, вот, и тому подобное, то, что требуется. Ведь химическая промышленность требует много переработки продукции сельского хозяйства, вот. Значит, ну, вот мы хотим там лён, допустим, да, по телевизору же кричат, конопля будет, лён возрождать будем, всё, будем. Но смысл-то каков, если у нас нету современных технологических программ переработки, то есть, современные заводы должны быть, вот. И тогда мы, конечно, заработаем хорошие деньги, мы можем волокно делать, целлюлозу можем делать, всё. Но это должно быть как раз в селах, небольшие заводы. В каждом какой-то территории, в каждом районе должен быть крахмальный завод для переработки, вот, картошки, излишков свеклы, там, и тому, и тому подобное. А иначе куда её денем? Мы же выбрасываем. Вот, раненую картошку, допустим, при уборке, да, вот, значит, некондицию, всё, всё мы выбрасываем. А раньше мы всё сдавали на биозаводы, и там вырабатывали дрожжи, кормовые, вот, значит, вот ирадиенты всякие, плюс спирт, везде делался тоже, технический, питьевой. Ну, а потом в угоду Кавказу мы закрыли в России все спиртзаводы. И теперь спирт делают на Кавказе. А мы не делаем. Я не знаю, будут ли возрождать. У нас все заводы, у нас, допустим, в области было три биозавода таких, да, все три закрыли. Но закрыли и оборудование тоже? А его всё порезали на металлолом, всё, то есть эти заводы не восстановить, не возродить никак. Поэтому вот такая красивая ситуация у нас совсем. Есть ли какие-то перспективы? Перспективы есть. К сожалению, пока плохие, пока. но люди нарабатывают какие-то проекты, всё вот, особенно к нам в Федеральный сельсовет много, много приходят. Многие нас сейчас связывают какую-то такую позитивную вот перспективу в связи с тем, что объединяется наконец-то, как они считают, что наконец-то промышленники и сельхозники объединяются, и теперь такой вот этот мощный союз, симбиоз должен поправить все какие-то ситуации в стране, возможно, взяв на себя часть какого-то решения многих вопросов. Может быть, так оно и будет в ближайшее время. Всё будет зависеть от активности тоже наших граждан, от выборов. К сожалению, вот на эти выборы много людей не допустили, тех, которые смогли бы принимать решения в пользу людей, в пользу народа, как говорят у нас. Нас их не допустили никого. Я думаю, что на этих выборах не будут участвовать вот кандидаты, которые будут народными. Опасные. Да. Они, это всё, так сказать, имитация, которая в сентябре пройдёт. А дальше мы вообще не знаем, что будет. То ли будет какое-то военное положение введено, то ли мы, вечный бой нам будет только сниться, то ли что ведь будет, кто его знает. Ну, уже немножечко намёки есть, что будут. Уже пишут это даже, хотя наш канал об этом говорил заранее, что после 20 сентября скорее всего нам предоставят ещё точно такую же историю, как была в 20-м году. Да, да, да. Уже с цифровых преследованием, так скажем, граждан. Да. Поэтому, ну, такого ситуации исправить надо, поправить всё надо. Ну, что, мы будем, кстати, сейчас вот мы будем говорить тоже на каналах о том, что всё же мы постараемся убедить часть людей, которые, от них зависит решение какие-то, о том, чтобы хотя бы принять программу Федерального сельсовета по переселению желающих из города на село. Но мы бы хотели выбрать точки, где не просто переехали и пропали там, а чтобы они приехали, могли иметь возможность своих приложений, своих знаний и всего, то есть, как бы... Но это надо прям целыми командами. Целыми командами. Мы так и хотим подбирать, чтобы люди переезжали, и вместо афродеревень были русской деревни. Спасибо.